Тема сегодняшней лекции – линейное отображение, ядро, образ, ранг, матрица. Это очень легко. Для начала, что такое, в принципе, линейное отображение? Мы уже это видели. Если взять, например, вот такую вот матрицу, размером 3 столбца и 2 строки, мы можем туда написать любые числа. Здесь 0, здесь 2. Числа я пишу абсолютно любые. Здесь, например, будет какое-то число x, а здесь будет число y. Что это такое? Ничто. Потому что я хотел взять два числа и умножить на строчку длины 3. Давайте я уберу здесь. и поставлю вектор-столбец из трех чисел. x, здесь будет y, здесь будет z. Что у нас здесь будет? 2x плюс 6y плюс z. 8x плюс 2z. Вот это и есть линейное отображение. Есть несколько чисел. В данном случае это конечное число, три числа. И формулы. Что здесь важно? Нельзя писать плюс 8. Это не будет уже линейное отображение. Вот 2x плюс 6y плюс z плюс 8. Это называется афинное отображение. Это будет афинное. Разрешены только вот такие. Оказывается, работа с такими вот матрицами совершенно замечательная. Очень легко их перемножать. И вот давайте посмотрим, что такое вообще перемножение матриц. Вот, например, если мы хотим сложить эти два числа, что для этого нужно сделать? А очень просто. Мы можем вот здесь вот перед этой матрицей в самом начале вставить для того, чтобы умножить на столбец нам нужна строчка. Вставить нет, не сюда. Я не туда вставил. Надо вставить строчку из двух чисел. И пусть это будут, например, числа 1 и 1. Посмотрим, что это такое. На самом деле у нас получит так строчка. Умножается на столбец. Все-таки вернемся к математике. Что же у нас есть в любом случае? Ну, берем, например, учебник Короша. Мы обнаруживаем, что в этом учебнике вначале рассказывают о последовательном исключении неизвестных методах, потом об определителях, потом о векторном пространстве и уже потом вот умножение матриц и так далее. Хорошо. Давайте возьмем другой учебник. Посмотрим Винберга. Что там по этому поводу написано? Просто я хочу сразу объяснить в общем виде, что такое линейное отображение. Посмотрим, как здесь. Ну, это начало мы даже смотрели. Система линейных уравнений. Так, а когда же будут у нас линейные операторы? Вот. 234-я страница. Ну, ладно. Прямо скажем, не в начале книжки. Потому что считается, что это абстракция и поэтому вот это у них написано в конце. На самом деле это совсем просто. Это совсем просто. Чтобы задать линейное отображение, нам нужно всего лишь каждому из базисных векторов 234. 234. Ничего себе. Так. Нашли. Нашли. Вот. Линейным оператором или линейным преобразованием в векторном пространстве называем линейное отображение пространства в себя. Линейный оператор это отображение, удовлетворяющее условие. От суммы это сумма. И произведение на число это вот число можно вынести. Если в пространстве задан базис, то линейный оператор может быть задан матрицей. Матрицы линейного оператора называют такую матрицу, что житый базисный вектор это есть сумма А и житая по всем И. Это, во-первых, правда. То есть в житом столбце матрицы стоят координаты вектора А, Е, житая в этом базисе. Это, во-первых, правда, а, во-вторых, к этому довольно трудно привыкнуть. И поэтому давайте я попытаюсь объяснить, во-первых, почему вот так вот все здесь написано, а, во-вторых, попытаюсь то же самое сказать, ну, мне кажется, более простыми словами. итак, давайте возьмем какое-нибудь пространство, например, трехмерное. Берем трехмерное пространство. Берем трехмерное пространство. И отображаем его, например, в двумерное. каким способом? Ну, у нас в трехмерном пространстве есть векторы, просто будем писать их x, y. Просто-напросто через запятую будем писать координаты. Что значит линейное отображение? Значит, у нас все задано только формулами первой степени. То есть, мы можем x умножить на что-нибудь, например, 7x. Например, можем прибавить к этому y, можем вычесть, вычесть, скажем, 4z. числа совершенно любые. И, собственно, по смыслу они могут быть здесь совершенно любыми. Ну, и другая координата, мы же двумерные, нам нужны сейчас два числа. Другая координата, это, например, пусть будет 2x минус y. Прекрасно. Как записать это в виде матрицы? И зачем это записывают в виде матрицы? Ответ для того, чтобы проще было понимать эти формулы. Вот у нас была строчка из трех чисел, я хочу из нее получить два числа, тоже строчку. Я напоминаю правило, которым мы при этом все время пользуемся. Правило такое строка на столбец. Что значит в данном случае строка на столбец? Это значит, что я должен написать вот эту строчку, дальше я должен поставить знак умножения и дальше будет некоторая матрица. Мне здесь неудобно писать, это не доска смелым, поэтому давайте я попытаюсь это объяснить следующим образом. Что это будет за матрица? Мне надо, чтобы строчка дала вот это. значит это будет столбец в котором будут вот такие числа. Число 7, число 1 и число минус 4. Вот. Почему? Потому что правило именно строка на столбец. Строка есть? Вот хорошо, здесь 2, дальше минус 1, минус 1 и дальше 0. Вот. И тогда действительно при умножении вот такой строки на такую матрицу получается вот такая строка. Однако обычно пишут в другом порядке. Пишут не строчку, а потом операцию, которую мы делаем. А пишут сначала матрицу, а потом а вот не строчку. Потому что если я напишу давайте смотреть если я попытаюсь написать какую-то матрицу n и буду умножать на строчку из чисел x, y, z, то у меня сейчас будут некоторые проблемы. Давайте посмотрим почему. Я хочу получить строку, но чтобы получить строчку из двух чисел, я не могу действовать по правилу умножения матриц здесь, потому что здесь одна строчка. То есть понимаете, в n я должен буду писать что? Я должен буду в n чтобы умножать на столбец. Понимаете? Я должен буду умножать на столбец и вообще непонятно что сюда писать. Вернее, как на самом-то деле понятно. Если я умножаю вот таким образом, да, то я должен умножать строку на столбе, число на столбец, число на столбец, число на столбец. Итак, давайте думать, каким образом, что я здесь могу написать. Вот мы договорились, строка на столбец. У меня в результате обязательно получится три столбца. Понимаете? и не получится вот такая вещь. Что делать? Для этого придумана специальная операция. Называется транспонирование. Ну, пишут это обычно в виде маленькой буквы Т или большой буквы Т. Транспонировать матрицу это значит отразить ее относительно линии, которая идет вот таким вот образом. давайте я приведу пример. Представьте себе, что у нас есть матрица. трансфонирование. То есть мы отражаем вот этот вот прямоугольник относительно диагонали. Если матрица квадратная, между прочим, транспонирование тоже вполне может ее менять. Потому что если у вас есть матрица 1, 2, 3, 4, то транспонированная матрица это 1, 3, 2, 4. То есть даже для квадратной матрицы транспонирование имеет смысл, меняет то, что над диагональю с тем, что под диагональю. И разумеется, числа на вот этой диагонали остаются на месте. Вот 1, и 6 остались на месте. Итак, мы можем применить операцию транспонирования и тогда из вектора строки получается вектор столбец. Прекрасно. Зачем мне это в данном случае может быть нужно? Это нужно если я хочу умножать, сначала писать матрицу, а потом числа, с которыми я работаю. Так вот, транспонировал, получил столбец x, y, x, Теперь думаю, как это получать, что здесь делать? На самом деле понятно, если я уже получил столбец, то на самом деле в качестве n надо просто-напросто брать матрицу транспонированную к матрице m, транспонирование от m. Почему? Потому что транспонировав матрицу m, я получаю матрицу, у которой в верхней строке написано 7 1 минус 4. И когда я это умножу на столбец x, y, z, я как раз и получу вот это число. Ну и соответственно во второй строке написано 2 минус 1 0, и я получу вот это. то есть то есть если вы собираетесь делать линейное отображение с вектор строками то матрицу надо писать справа. Если вы собираетесь работать с вектор столбцами то матрицу надо писать слева. но заметьте пожалуйста в книжке Винберга но заметьте в книжке Винберга ни про какие числа ничего не написано. Тут написано про образы базисных векторов. Вроде бы это противоречит тому что я сказал. На самом деле нет. На самом деле это абсолютно не противоречит. И вот это нужно хорошо понять. Один раз в жизни надо понять эту идею чем отличается то что я сейчас написал от того что там написано про базисные векторы. И тогда все станет хорошо. Итак в принципе нас интересует отображение которое числа x, y и z отображает в числа 7x плюс y минус 4z 2x минус y. Прекрасно. Мы говорим что вот в этом трехмерном пространстве есть базис. Ну понятно какой базис. Это самое простое 1, 0, 0 давайте выпишем вектор и как-нибудь их обозначу. Например первый базисный вектор это будет 1, 0, 0. Так следующий Так и еще один базисный вектор Замечательно теперь вопрос в какие векторы двумерного пространства перейдут эти векторы Так очень просто куда перейдет вектор А Вектор А Вектор А перейдет вот куда Надо в качестве x взять единицу а в качестве y и z взять нули Значит здесь у нас получается 7, 2 2 надо еще написать то же самое Куда куда перейдет вектор бета надо y единицу взять а x и z нули в вектор 1 минус 1 И наконец c это z равно единице x y нули минус 4 0 Господа вообще-то видно что эти числа и эти числа очень похожи друг на друга то есть просто это в другом порядке здесь вот они написаны так вот строчку запятая и скобки а здесь они написаны вот так но по сути то одно и то же однако если вы собираетесь умножать вектор то вы должны понимать огромную разницу между тем что вот у вас есть вектора и тем что у вас есть вот эти вот координаты потому что у каждого вектора есть координаты и координаты и вектор это не одно и то же вот здесь вот есть эти a b c это векторы а x y z это числа и давайте подумаем как записать формулы какой нибудь вектор ну я не знаю какой вектор скажем 10 a плюс 20 b плюс 30 c плюс у меня есть такой вектор я хочу каким-то образом записать при помощи матрицы то куда он перейдет но вообще здесь то написано числа координаты здесь нет векторов поэтому для того чтобы это сделать надо сначала сделать вот такую вещь в двумерном векторном пространстве тоже надо взять базис уж если мы брали здесь базис a b c то там наверное тоже имеет смысл взять какой-то такой же естественный базис пусть здесь будет так 1 0 и здесь будет 0 1 хорошо вот 2 вектора так вот как записывать это понятно как это у нас будет просто напросто 7u плюс 2v так 7u плюс 2v а это что такое это просто напросто u минус v а это что такое это минус 4u прекрасно вектор а перейдет сюда вектор b перейдет сюда вектор c перейдет сюда вопрос во что перейдет вот такая штука 10a плюс 20b вот этот вектор перейдет в такой вектор надо взять 10 вот умножить на это понятно надо написать 10 и так дальше понятное дело надо вот здесь и вместо b и c надо написать их образы так b у нас переходит в u минус v между прочим эта вещь крайне простая с одной стороны а с другой стороны люди когда начинают изучать и ленятся продумать вот этот момент потом в общем страдают потому что путают между собой координаты и векторы и как только возникает путаница то сами понимаете всегда плохо итак вот такой вектор переходит вот в такой вектор давайте подумаем что это вообще такое как это вообще записывать для этого понятно что нужно раскрыть все скупки я не буду делать извините и у нас получится так 10 умножить на 7 плюс 20 минус там еще 120 так только c у меня никакого нет конечно это опечатка минус 120 и вот и при v будет коэффициент 10 умножить на 2 минус 20 v и здесь вот ничего хорошо хорошо давайте поймем можно можно ли это каким-то образом записать в виде матрицы то есть вот есть a b c перед ними есть коэффициенты да перед ними есть коэффициенты эти самые числа 10 20 и 30 это вообще-то и есть по сути те самые x y и z замечательно и это переходит в 10 умножить на 7 вообще-то да x это 10 10 умножить на 7 дальше что будет 20 умножить на 1 ну да потому что здесь было так и вот значит 4 умножить на 30 но все-таки все-таки чувствуется чувствуется что я не могу здесь я не могу сказать что вот эта запись понятнее чем вот 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 честное слово мне кажется что вот исходный вид когда мы умножали значит x y z в виде вектор столбца на матрицу вот вот так эта строчка это плохо в виде вектор столбца x y z пожалуй я даже не поленюсь это выпишу господа извините что я долго это все делаю но я очень хочу добиться абсолютно ясности в этом месте и так вот есть у нас такой столбец и у нас по этому поводу есть матрица которая 7 дальше 1 дальше минус 4 да вот здесь 2 минус 1 0 2 минус 1 минус да и 0 так теперь осталось вот так вот написать и ну скобки я не буду здесь пытаться рисовать идея есть есть такая матрица в которой 3 столбца и 2 строчки и есть векто столбец и вот умножение такое соответствует точности вот этому так замечательно теперь давайте поймем как то же самое записывается вот в книжке потому что казалось бы там написано по-другому там написано что у нас есть написано что у нас есть вектор и когда вы умножаете этот самый вектор получается вот такая матрица и надо понять что здесь суммирование происходит по и почему почему здесь суммирование происходит по первому индексу так на всякий случай что это за индексы когда у вас есть так это мне все-таки лучше показать в книжке потому что я замучаюсь рисовать так где-нибудь тут матрицу я найду обязательно найду матрицу сейчас вот вот стандартно обозначают так единичка у всех чисел первой строки у всех чисел второй строки два у всех чисел с строки с и соответственно на втором месте у нас стоит номер столбца то есть первый индекс это номер строки второй индекс это номер столбца и вот так записывается общая система линейных уравнений хорошо возвращаемся возвращаемся к нашей работе значит все таки что же означает там запись что же означает там запись что у нас есть а и житая умножить на е и т и почему вот здесь вот суммирование происходит по второму индексу когда вы записываете в координатах формула такая когда вы записываете через базисные векторы то формула другая вот здесь посмотрите и стоит на первом месте и е и т а здесь ж на втором месте и x ж здесь сумма по ж а там сумма по и так вот если мы сейчас посмотрим на то что у нас было написано то ситуация станет абсолютно понятной куда переходит первый вектор он переходит в такую штуку 7у плюс 2в здесь суммирование ну два слагаемых да здесь то же самое два слагаемых но здесь одно из них ноль а здесь было три слагаемых и если вы посмотрите то вот матрица у нас 7 2 то есть матрица здесь вот она такая 7 1 минус 4 2 минус 1 0 а здесь матрица наоборот 7 2 ну трансфонированная из этого и вот когда вы смотрите сюда то вот такая матрица если вы смотрите на координаты то вот такая матрица в общем надо запомнить что есть операция транспонирования и главная вещь когда вы работаете с координатами то записывается вот так вот традиционно пишут вектор столбец просто для того чтобы не запутываться да можно конечно было бы наоборот как я обещал сначала матрица с другой стороны так обычно не делают хотя строго говоря можно конечно и тогда будут у вас все векторы строки пожалуйста вот а если вот вы так пишете с столбцами то тогда для того чтобы записать куда перейдут базисные векторы вам надо эту матрицу транспонировать и у вас ну соответственно все получилось так разумеется это можно было рассказывать в общем виде там с этим и, ж и так далее но мне кажется что на числах это понятно теперь что такое ядро линейного отображения что такое его образ ну и вообще что с ним можно делать с линейного отображения ответ очень простой ядро это всевозможные векторы которые при линейном отображении переходят в вектор 0 ну в данном случае если вы в двумерное то вектор 0,0 то есть если вас интересует ядро отображения то надо просто-напросто написать систему 7x плюс y минус 4z равно 0 2x минус y равно 0 это назвать ядро что такое образ это все векторы двумерного пространства в данном случае которые можно получить в таком виде когда x, y и z любые так давайте посмотрим как это у нас написано как это у нас пишут в книге итак линейное отображение да композиция это вещь тут уже считается что все это знают это называется два два раза сделать да если вы выполняете одно линейное отображение а потом другое то разумеется у вас возникает при этом композиция этих самых отображений ну например если вы выполнили отображение которое из чисел x, y, z делает вот такие числа а еще у вас есть другое отображение которое из двумерного из двумерного пространства делает ну например четырехмерное почему бы нет и задано такой формулой если у вас есть какие-то числа у меня уже буквы кончаются но ничего все-таки я думаю алфавит я думаю алфавит выдержит st есть такие буквы вот из двумерного в четырехмерное ну что можно придумать например s например вот представьте себе такое отображение вот если мы сначала выполним отображение из трехмерного в двумерное а потом из двумерного выполним отображение в четырехмерное вопрос что получится ответ да понятно что мы берем вот эти три числа и говорим что у нас теперь есть вот такие новые числа у нас есть такие новые числа число s это есть вот это да а число t это вот это да и что мы должны дальше сделать посчитать что здесь будет это называется композиция линейных отображений в данном случае это очень легко сделать потому что я брал понятные числа это нужно сделать вот так вот здесь вот мы пишем так да дальше s плюс t надо вот к этому прибавить вот это ну дальше 0 он и есть 0 и дальше t что очень важно s и t появлялись во время вычислений но в конце их нет у нас была точка x y z был такой вектор и получилось вот такое были три координаты получились четыре координаты здесь четыре координаты это называется композиция отображения самое главное для этих самых отображений это понять по какой формуле это все получается это наша любимая строка на столбец давайте поймем почему наверное проще всего это сделать по книге ну на самом деле полезно читать все эти книги ну все эти учебники потому что где-то одно лучше написано где-то другое вот так проступенчатый вид я сейчас не буду рассказывать до этого мы еще дойдем вот но 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 я сегодня на самом деле медленно рассказываю это это неправильно нам бы надо ускориться так вот линейная зависимость это в прошлый раз я объяснял вот а вот теперь матрицы да вот те самые матрицы да и ранг матрицы так где же он их перемножать то или он их еще не перемножал нет вертолиная пространство строго столбцов это я вам все объяснил мне интересно где умножение матриц композиция вот вот произведение матриц 81 страница прекрасно прекрасно мне нужна 81 страница произведение матриц мне кажется что здесь абсолютно все понятно написано ну собственно во всех книгах в каком-то месте это написано и да ну картинка вот есть какое-то пространство например пусть r это множество всех вещественных чисел как обычно обозначают мы имеем какое-то отображение из n мерного в s мерное и потом из s мерного умеем отображать в m мерное композиция тогда это получается так берет любой вектор отображаешь и сюда отображаешь вот ну проверяем конечно свойства да и вот это главное вычисление если у нас есть одно отображение которое задано матрицей и другое отображение которое y выражает через x то в результате раскрытие всех 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 получает вот такая а это и есть правило строка на столбец вот это нужно понять вот так вот вычисляется и житый элемент матрицы произведения и вот так вот и пишут да отображение а выполняется после то есть мы сначала берем вектор вектор столбец умножаем его на матрицу b получили новый вектор столбец умножаем его на матрицу а заметьте пожалуйста количество столбцов в матрице а должно быть равно количеству строк в матрице b иначе нельзя иначе просто умножать не получается вот написано да число столбцов в матрице а это количество строк в матрице b прекрасно вот мне кажется что здесь все хорошо написано вот еще важнейший пример не надо думать что когда вы матрицы поменяете местами то произведение не изменится даже если матрица во-первых может смысл потеряться если они не квадратные то запросто может быть что их не перемножить а вот даже если они квадратные вот вам замечательный пример строка на столбец 1 умножить на 0 плюс 0 умножить на 1 это 0 видите здесь везде у нас получился 0 а здесь строка на столбец 0 строка на столбец а вот здесь строка на столбец и получилась единица и так это по-моему здесь так строка на столбец здесь в книжке опечатка между прочим здесь в книжке опечатка вот эта единица должна быть не здесь эта единица должна быть здесь Потому что, когда вы умножаете вот эту строчку на этот столбец, то результат записывается вообще-то во второй строке в первом столбце. Это просто-напросто ошибка наборщика. Единица не должна стоять здесь, она должна стоять здесь. Так, прекрасно. У нас с вами, кроме того, что надо было объяснить правила умножения матриц, да, конечно, такие все правила верны, это все замечательно, это все легко прочитать. Объяснение того, что такое транспонирование, ну, не всегда буквы-то пишут с этой стороны, часто пишут справа, это не важно. Иногда пишут не маленькую букву, а большую. Это все вопрос, вот, значит, принципиально важно, что когда вы делаете транспонирование, то верна вот такая формула. И это очевидно, если понимать, как они умножаются. Надо просто на самом деле выписать себе пару матриц, посмотреть и понять, что действительно так все будет хорошо. Так, так вот, сегодня я еще обещал объяснить, что такое ранг матрицы. Между прочим, у любой матрицы есть два ранга. Есть ранг столбцовый и есть ранг по строчкам. И замечательным образом есть теорема, что ранг с точки зрения строчек такой же, как ранг с точки зрения столбцов. Давайте обсудим, что это такое. Для этого напишем какую-нибудь, ну, совершенно любую матрицу. Скажем вот такую. Один, два, три, четыре, пять. Ну и здесь. Я действительно пишу любые числа. Два, три. Так, извините, сейчас, на секунду. Так, извините, сейчас я продолжу. Так. Ну, например. Например, я напишу вот сюда. И еще. Для того, чтобы все было легко, я просто-напросто здесь сложу эти числа. Вот. Смотрите, что у меня есть. У меня есть строки. Три строки. У меня есть столбцы. Пять столбцов. Так вот, есть абсолютно логически разные объекты. В одном случае мы смотрим на трехмерное пространство, в котором расположены такие векторы. Вектор столбец 1, 2, 3. Другой вектор столбец. Это 2, 3, 5. Потом 3, 4, 7. Так далее, да? Этих векторов 5 штук. И они все расположены в трехмерном пространстве. Это пространство столбцов. Давайте я прямо так мешаю. Это столбцов. Это столбцов. Другая вещь. Вот это. Ну, я опять его до столбцов и выписал один. И здесь то же самое. Строки. И имеет смысл задать себе такой вопрос. Если вы рассматриваете всевозможные выражения такого вида. Какое-то число умножить на этот столбец. Плюс какое-то число. Ну, или минус, может, число это. Какое-то число умножить на этот столбец. Плюс какое-то число умножить на этот. Плюс какое-то число на этот. Плюс какое-то число на этот. Может, не нули тоже. То, в принципе, что там может получиться? И это называется векторное пространство, порожденное столбцами матрицы. Хорошо. Теперь можно со строчками сделать то же самое. Смотрим на строчку, умножаем ее на какое-то число произвольное. Другую строчку тоже на число, третью строчку на число. Тоже складываем, получаем строчку. И задаем себе вопрос. Там что будет? Там какие строки можно получить? Мы уже обсуждали, что у каждого векторного пространства есть размерность. Соответственно, есть размерность пространства, которое порождено вот этими пятью столбцами. Есть размерность пространства, которое порождено вот этими тремя строками. Великая теорема, она очень простая. Мы ее сейчас, конечно, докажем сразу. Но она абсолютно принципиальная для этой науки. Ранг столбцов равен рангу строк. Это коротко, конечно, ее в учебниках не так формулируют, а поточнее. Размерность векторного пространства, порожденного строками матрицы, равна размерности векторного пространства, порожденного столбцами. Заметьте, пожалуйста, здесь мы имеем дело в пятимерном пространстве с тем, что порождено тремя векторами. Когда мы говорим о столбцах, то они расположены в трехмерном пространстве, но их зато пять штук. Так вот, оказывается, что ранг равен. И доказывается эта теорема в высшей степени легко. Объясняю как. Мы можем потихонечку преобразовывать матрицу, занимаясь тем, что не будет меняться ни тот, ни другой ранг, но при этом матрица будет становиться все легче и легче. Я должен еще сказать, что, конечно, есть алгебраическое такое доказательство из общих соображений, когда говорят о двойственном пространстве и так далее. Но, уверяю вас, на первых шагах изучения линейной алгебры это абсолютно пустое и только хуже будет. А вот это вот такое простенькое доказательство, которое во всех учебниках приводится, оно без всяких великих философских идей абсолютно работает. Объясняю. Давайте сделаем так. Берем вот эту строчку и ее, ну, например, вычтем из нижней. Что тогда у меня получится? У меня были такие строки. Я вычитаю верхнюю строку из нижней. Ну, мы специально так подбирали, чтобы в этом случае просто-напросто вот так получилось. Так вот, я утверждаю, что когда я верхнюю строку не меняю, вторую строку не меняю, а третью меняю на разность, то размерность не изменится. Давайте объясню, почему. Вот была какая-то, была какая-то строка А, какая-то строка Б и строка С. Что у меня получилось? Строка А, строка Б, а вот здесь вот похитрее. Так вот, векторное пространство, порожденное векторами А, Б, С, совпадает с пространством, порожденным А, Б и С. Так, только здесь не А, а С. Повторяю. Векторное пространство, порожденное А, Б, С, совпадает с векторным пространством, порожденным А, Б и С минус Б. Почему? Потому что если у вас в вашем распоряжении есть А, Б, С, их можно умножать на числа и складывать, то, разумеется, С минус Б вы получите. Для этого надо С умножить на единицу, Б умножить на минус один и сложить. Прекрасно, это в одну сторону. Если у вас есть эти, то у вас эти тоже есть. Теперь, если у вас наоборот есть эти, как получить эти? Ну, понятно, как С получается сложением С минус Б надо умножить на единицу, Б умножить на единицу и сложить. И вы получите С. То есть, то, что порождено А, Б, С, равно тому, что порождено А, Б и С минус Б. Замечательно. Вот, если присмотреться, то так будет не обязательно, когда мы вычитаем с кексентом один, а с любым кексентом. И не обязательно первую, там, или, не знаю, так, я, правда, неправильно написал все это время. Но это неважно. У нас были три строки А, Б, С. Получили из них строчки А, Б, С минус А. А, очевидно, что С минус А выражается через вот эти, и наоборот, эти строчки выражаются через эти. Поэтому размерность не изменилась. И очевидно, что можно так делать не только с первой и третьей, а вообще любую строчку из любой другой, с любым кексентом можно там сложить, вычесть. Замечательно. Теперь, смотрим дальше. Мы имеем право сейчас вторую строчку вычесть из этой. И у нас получится строчка из всех нулей. А вот эти две, очевидно, линейно независимы. И получается, что строчная размерность равна, чему равна? Двум. Ранг, как в пространстве строк вычисляемый, это двойка. Но вопрос, а что происходило при наших преобразованиях со столбцовым рангом? Вот сейчас надо посмотреть и понять, что на самом-то деле он не менялся. Смотрите, если у меня какие-то столбцы были линейно зависимы. Вот представьте себе, какой-то столбец, еще какой-то столбец, еще какой-то столбец, они линейно зависимы. То ровно та же самая линейная зависимость сохранится. Ну, здесь, честно говоря, я не очень вижу, как быстро получить линейную зависимость из этих столбцов, для того, чтобы это стало понятно. Как мне увидеть? Ну, смотрите, вот если у меня этот столбец, это какой-то там столбец R. Кстати, заодно действительно давайте и на эту тему посмотрим. Посмотрим. Вот пусть у меня есть какой-то столбец I, вот этот вот столбец G и вот этот вот столбец K. Давайте поймем, как между ними вообще находят линейную зависимость. Это делается очень просто. Вы берете, например, вы читаете столбец I два раза из G и три раза из K. Тогда этот столбец у вас останется прежним, как оно было, 1, 2, 2, 1, 2, 2, так и останется. А здесь будет G минус 2I, а дальше будет, естественно, K минус 3I. Вот. И что, соответственно, будет здесь? Мы два раза вычли. Здесь будет минус 1, здесь будет минус 1. Нет, здесь будет 0. Вот в верхней строке будет просто-напросто 0. Здесь будет 0. Здесь будет минус 1. Здесь будет минус 1. Здесь мы два раза вычли. Здесь будет тоже минус 1. А там три раза вычли. Там получается 0, минус 2, минус 2. И здесь тоже два раза вычли. Вообще тоже минус 2. Вот. А что это значит? Это значит, что удвоенный вот этот столбец равен этому. Ну, прекрасно. Давайте пишем. 2 умножить на разность вот этих вот столбцов. Это у нас есть вот этот столбец. Вот есть такая линейная зависимость. Ну, на самом деле у нас столбцов было 5, поэтому линейная зависимость там больше. Надо было еще и другие. Но вот какая-то такая есть. Так вот, господа, любое соотношение такого вида, какое бы оно ни было у нас, при переходе от строк А, Б, С к строкам вот таким не поменяется. Если оно было верно, то оно и будет верно. А что это означает? Это означает, что столбцовый ранг при преобразованиях над строчками не меняется. Между прочим, ровно таким же образом. Если мы будем наоборот преобразовывать над столбцами, делать вот такие же операции, какой-нибудь столбец из какого-нибудь другого, берем, вычитаем, если еще раз, или складываем, прибавляем, да, то то же самое не будет меняться строчный ранг. Почему это важно? А потому что я при помощи таких преобразований могу нашу матрицу улучшать. То есть, смотрите, я над строками делал, и она стала явно проще. Я мог, вот если есть ненулевой элемент, то вычитать и добиться, чтобы вот в этой строке у меня под ненулевым числом все были бы нули, с нужными коэффициентами вычитать строки, да. Вот, давайте я прямо здесь это проделаю. Вот единицу вычитаю, здесь будет ноль, здесь будет минус один, да, здесь вот у меня будет тоже минус один. Ну, на самом деле, не важно, что там у меня будет, важно, что, ну, что-то, да, важно, что что-то будет. Прекрасно. Нет, сейчас, я, по-моему, я уже перепутал, я уже не с тем коэффициентом вычил, надо было с коэффициентом 2 вычитать, поэтому на самом деле будет минус 3, здесь будет минус 2, по-моему, да, здесь будет с коэффициентом 2, когда я вычитаю, будет минус 3. В общем, ребята, нет, это абсолютно не важно, потому что важен принцип. Принцип состоит в том, что когда я делаю преобразование над строчками, то не меняется ни строчный ранг, ни столбцовый ранг. И когда я делаю преобразование над столбцами, то не меняется ни столбцовый рамк, ни строчный рамк. Но при помощи преобразований над строками и столбцами, ну и разумеется, переставлять их можно, пожалуйста, от этого тоже рамка не меняется. Я могу привести матрицу просто к виду, что там написано по диагонали несколько чисел, а все остальные нули. А там и строчный рамк, и столбцовый очевидно равен этому самому количеству ненулевых чисел. Вот и все. Ну, в учебниках это все подробно, всегда долго объясняется, но мне кажется, что идею я сейчас сказал, но дальше надо читать по книгам. Так, давайте вопросы. Вопрос вот такой. Вот мы до сих пор использовали операции сложения и умножения, правильно? Да. А почему мы говорим тогда про поле, а не про кольцо? Потому что, например, в самом конце, когда я говорил, что вы можете перейти вот к такому виду, вообще-то деление мне нужно было. Вот представьте себе, что у вас в первом столбце написано числа 15, 29, 7, 8. Я считал, что я беру тогда эту самую 15, делю на 15 эту строчку, и после этого с нужными коэффициентами. А если у меня будет произвольное кольцо, так не получится. А над кольцами есть какие-нибудь аналоги или нет? Есть, конечно, конечно, есть. И есть так называемая основная теорема о Бабелевых группах. И там, ну, если у вас кольцо является кольцом главных идеалов, то тогда можно примерно то же самое, то, что я сейчас сказал, делать, и у вас все получится. Если кольцо совсем общее, то просто не получится. И это отдельная тема, на самом деле ее в высшей степени важно понимать, вот про эти самые, вот у нас на самом деле есть эта тема, но она совсем не скоро. Про кольцо главных идеалов, конечно, про рожденное. То есть она у нас в нашей 18 лекции, и там мы все это подробно, конечно, будем обсуждать. Но сейчас у нас должно быть просто поле, и там можно делить, и поэтому там проблем нет. А разве линейный оператор не должен отображать пространство сам себя? Типа трехмерное в трехмерное там. И такие тоже есть. То есть, смотрите, вот если вы пишете несколько чисел, то почему бы обязательно из них получить именно столько чисел, сколько вы написали? Вы поймите, конечно, довольно часто нужны отображения, вот у нас было пять чисел, из них мы сделали по каким-то формулам пять чисел. Это очень часто нужно, но вовсе не обязательно, только так, вовсе не обязательно размерность. Более того, бывают такие совсем забавные случаи. Скажем, у вас были многочленные, не знаю, там, восьмой степени, а вы их два раза продифференцировали. Согласитесь, что естественно, просто по смыслу задачи считать, что вы перешли в пространство многочленных степеней не больше, чем шесть. Ну, да. Но ведь оно тогда будет под пространством восьмерного, разве нет? Да, пожалуйста. Ну, хорошо. Такое отображение. Рассмотрим все непрерывные функции на отрезке. Это бесконечно мерное пространство. И для каждой такой функции посчитаем ее значение в нуле, в точке 1, 2 и в точке 1. Линейное отображение. Линейное. Но оно из бесконечно мерного пространства в трехмерное. Ладно, тогда понятно. Нет, линейное отображение – это очень общее понятие. А, и еще тогда, просто уточняющий глупый вопрос. Мы когда из двумерного пространства переводили в четырехмерное, это были разные пространства или одно? Не понимаю, что такое разное или одно. Двумерное пространство – вот это пространство, ну, хотите строчек, хотите столбцов, там, где у вектора есть две координаты. Четырехмерное, соответственно, у него четыре координаты у вектора. А, стоп, все, да, все дошло. Отображение не должно быть обязательно из пространства в небо же. Да, не обязательно эндоморфизм, не обязательно из пространства в себя. Я говорю просто, вот у Виндерга написано как раз таки, что линейным оператором называется линейное отображение пространства в себя. Поэтому и возник такой вопрос. Нет, замечательно. Просто это в середине книжки, где он там решает задачу о жардановой нормальной форме матрицы и так далее. То есть у него там же конкретная деятельность с конкретными операторами, и он там много чего с ними делает. Конечно. Ладно, спасибо. Ладно, спасибо. Спасибо.